Привет всем! На Юргане пришло время программы Блокпост. Сегодня автобусно-аналитический выпуск. Блогера в Коми из разных городов волнует в эти дни одно и то же. Сервис в пассажирском автотранспорте. Блогер-колючий еж Ухтинец посетовал в ЖЖ на то, что в его городе монополия уродливых и тесных газелей. Около года назад мэрия собиралась навести порядок, но разговоры остались разговорами. Те, кто пользовался услугами городского транспорта, помнят тесноту, тряску и хамство кондукторов, которые не выдают билет, а в финансовых целях пускают в час пик пассажиров ехать стоя. И вот едешь ты в газельке, придавленной другими пассажирами, и хочется убежать подальше. Ухтинец привел в пример Ярославль, где транспорт ходит строго по расписанию. Билет стоит всего 12 рублей. Все кондукторы в униформах, что дополнительно придает ощущение порядка. Автобусные остановки оборудуются за счет тамошнего бизнеса. Надеюсь, кто-нибудь из блогеров Ухтинской администрации возьмет пост на заметку, прекратит стучать по клавиатуре и займется делом. Ведь мы строим лучший город. Да или нет? А вот пользователь ВКонтакте, житель Сыктывкара Алексей Чапров, видимо, понимая, что не дождаться наведения порядка с пассажирскими автобусными перевозками, нашел другой выход. Как ездить общественным транспортом и перестать трепать нервы и себе, и другим. Вот интересное видео, которое мой земляк выложил к себе на страничку в социальной сети. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня Алексей Чапров, гость программы «Блокпост». Ну, надо ли пояснять, что пообщаться я с ним предпочла не в студии, а на автобусной остановке. Леш, вот зачем вообще-то видео выложил? Что вот оно даст? Хотел поделиться позитивным настроением со своими друзьями, с теми друзьями, которые ездят в автобусе. И вообще, чтобы люди видели это и улыбались чаще. А вот по-твоему, возможно ли вообще вот таким вот образом улучшить настроение в нашем городе? Вопрос интересный. Ну, возможно, почему нет. В нашем городе очень много позитивных людей, которые могли бы создать все это в социальных сетях. Собраться и ездить так же, и веселить людей. Можно даже целое флешмобы организовывать? Можно. В больших городах все это делается. Наш город тоже как бы к этому идет. Я думаю, он придет к этому. Придет, да, придет. А вот что лично у тебя вызывает улыбку, ну, скажем, когда на душе кошки скребут? Улыбку вызывает, когда мне плохо. Я вспоминаю свою маленькую позитивную дочь, своих позитивных друзей и вообще какие-то хорошие позитивные отрывки из своей жизни. Ну что ж, тогда удачного тебе дня. Спасибо и вам. Всего доброго. На сегодня все. Встретимся на Юргане в этот четверг. Блогеры за работу.